Боевые дороги Григория Ильина или 300 дней на запад. Накануне Дня Победы свет увидела новая книга об освобождении Беларуси. Ее автор гомельчанин, собиравший рассказы и судьбы ветеранов. Журналист Дмитрий Чернявский провел главного героя своей книги через все ключевые бои за Синеокую. Он форсирует Днепр у Лоева, освобождает азайческие лагеря смерти и штурмует форты Гродненского укрепрайона. Подробности в нашем репортаже. Дмитрий Чернявский не скрывает удовольствия. Издатель успел до 9 мая. Как и задумано, запах свеженапечатанной книги – это запах истории, которая только начинается. Читателю еще предстоит познакомиться с ней, но сам автор уже много раз пережил все написанное вместе со своим героем. Я ее называю вообще-то мини-эпопеей, потому что она охватывает период с 23 сентября 1943 года освобождения первого районного центра Беларуси Комарина по 28 июля 1944 года. Она охватывает все белорусские областные центры. На ее примере можно увидеть всю панораму освобождения Беларуси. Она достаточно эмоциональна. Такой эмоциональный в ней посыл есть, который передает чувства простых людей и дает понять, какой ценой была достигнута победа. В повествование вплетены реальные люди – солдаты и офицеры, освобождавшие родину. Дмитрий изучил судьбы более тысячи солдат той войны. Рассказы многих из них записал лично. Воспоминания, письма, интервью легли в основу очерка. Это реальная история о том, через что пришлось пройти нашему народу на пути к свободе и независимости. На Могильомском направлении начальник отдела оперативного штаба 33-й армии писал Сталину в письме, что за два дня боев в полках осталось по 15-10 человек. То есть, если прикинуть, то в полку приблизительно тысяча человек. То есть, насколько огромные были потери в 1943 году, об этом часто не особенно распространяются журналисты, писатели. Главный герой военной летописи лейтенант Григорий Ильин, как признается сам автор, образ собирательный. Однако уже после того, как очерк был написан, оказалось, имя героя самое что ни на есть настоящее. Ильин их на полях Второй мировой воевало почти 40 тысяч. Один из них, правда, не Григорий, а Евгений, получил орден Отечественной войны при форсировании реки Сож в Гомельской области. А за бои под Барановичами – орден Красного Знамени. То есть, действительно, прошел с боями всю Беларусь. На обложке книги – настоящий, невыдуманный Ильин. Фотография капитана Евгения Ильина нашлась в архивах. Дмитрий Чернявский признается с первого взгляда, понял, что это и есть его герой. Это сам Ильин, реальный человек. Читал интервью одного ветерана, и он вспоминал о своем друге Ильине. Я стал искать этого человека, там было, по этой фотографии, там было подписано Е. Ильин, капитан пехоты. Создать визуальный образ героя на страницах книги взялась художница Екатерина Воронько. Отначальные идеи супергероя из американских комиксов отказались практически сразу. Вместо лейтенанта Красной Армии Григория Ильина упорно выходил капитан Америка. Зато первые же акварельные эскизы понравились всем. У персонажа появились эмоции, а цвета добавили необходимую фронтовую атмосферу. В основу рисунков легли реальные фотографии сороковых. Я согласилась, тема необычная, она, может быть, была сложновата для меня, потому что я не слишком владела информацией. Были, конечно, моменты, в книжке они есть такие очень жуткие, которые, да, оказывают большое эмоциональное воздействие. Ну, как бы, что делать, это правда, история, так оно было, это же не выдумано, и, я думаю, это надо помнить. В светлых красках история любви главного героя и медсестры. В приглушенных темных тонах огонь сражений. Иллюстрации к книге украсит еще и сам Гомель. В преддверии праздника Победы акварели разместят в витринах на Центральном проспекте.